В Заполярье приводят в порядок не только скверы, но и памятники. Мончегорская легенда приняла свой первый душ. Участники программы корпоративного волонтерства Норникеля «Комбинат Добра» помыли памятник Лосю на площади Пятиуглов в Мончегорске. Петр Шарабоков вместе с коллегами из Мончегорского телевидения убедился, что горожане соскучились по добрым делам. Отдельное спасибо вам за то, что вы в свой выходной встали и пришли сюда. Не знаю, штормовой ветер, фонтан нас обдувает, мы все мокрые, мокрые, но счастливые. Куратор программы корпоративного волонтерства «Комбинат Добра» Ольга Горчакова, не теряя положительного настроя, ставит собравшимся задачи. Убрать остатки прошлогодних листьев, ошкурить и покрасить забор вокруг полисадника, но все ждут, пожалуй, самой зрелищной истории – помывки лося. Волонтеры «Комбината Добра» очень любят включаться в работы, которые направлены на благоустройство нашего города. Это важно, это их внутренняя потребность, это там ни просьба, ни обязанность, это именно желание. У нас сегодня совершенно необыкновенное предстоит мероприятие – это помывка символа нашего города – лося. Наверное, все знают легенду о нем, он называется «Лось-прораб». То есть реально лось выходил, когда строился наш поселок, и он практически каждый день выходил на пушку леса, его видели строители и прозвали прорабом. Чтобы намылить этому сахатому прорабу шею или рога, не хватит даже самой длинной швабры. Высота только скульптуры, без гранитного пьедестала – почти 4,5 метра. Поэтому, профессионально развернув рукава, на помощь волонтерам пришел расчет пожарно-спасательной части номер 10 города Металлургов. В таком мероприятии первый раз. Отличная идея. Надо все памятники мыть. Содержать в чистоте – это память нашего города. Да и вообще символ нашего города – лось. Такого купания местной достопримечательности горожане не припомнят. Центральная фигура Пятиуглов, установленная здесь в 1958 году, за 62 года своего существования омывалась только дождями. С помощью пожарной лестницы волонтерам удалось справиться с поставленной самими себе задачей – натереть мылом даже кончики раскидистых лосиных рогов. Это благое дело, я делаю добро, мне от этого приятно на душе. Я не пройду мимо в любом случае, потому что здесь и красиво, и фонтан, и хочется привести в порядок, чтобы народу было приятно здесь находиться. Волонтеры продолжат уборку территории площади «Пять углов» в ближайшие выходные. А вообще планы на лето у комбината «Добра» грандиозные, в том числе с выездом в Лапланский заповедник. Петр Шарабоков, ТВ-21.